МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фестиваль птиц фламинго, который проводится девятый раз в провинции Иван, Западной Армении, не состоялся в этом году из-за отсутствия фламинго. Тысячи фламинго, которые ежегодно посещают район озера Арчак в районе Ивана, в этом году не появились. Вокруг озера можно насчитать лишь 40 особей. Фламинго питается в больших количествах на озере Арчак, вокруг бассейна озера Иван с начала апреля до конца ноября. Чтобы посмотреть этих птиц и любоваться их великолепием, здесь собираются десятки тысяч человек ежегодно. В этом году из-за засухи и заболачивания в озере Урмия птицы не появились и в бассейне озера Иван. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 21 октября принял участие в конференции «Обучение для всех». В конференции участвует также министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян, глава делегации ЕС в Армении Андреа Викторин, эксперты, а также 450 человек из 75 стран. На конференции присутствует принцесса Татьяна из Лихтенштейна, лучший учитель мира на 2019 год Питер Табичи, глава по образованию Всемирного банка в регионе Европы и Центральной Азии Гарри Патринес. Конференция продлится до 23 октября. Выставка будет проходить в Центре Нарекации в Шуши 28 октября в 16 часов. Об этом Арцахпресс заявила Мариам Андреасян, руководитель Центра Нарекации в Шуши. По ее словам, работы и выставки были созданы 6-12 июля этого года по специальной инициативе студии Терракота в рамках проекта Армения в XIX-XX веке во время гончарного лагеря. Его также поддержало Министерство образования, науки и спорта Арцахской республики. Мариам Андреасян отметила, что любой желающий может присутствовать и восхититься работами детей. Лидер демократических сил Сирии Мазлум Абли в интервью телеканалу Fox News заявил, что Турция нарушила режим прекращения огня и продолжает этническую чистку. Он подчеркнул, что этническая чистка продолжается и отметил, что по состоянию на данный момент в результате действий Турции погибли более 500 мирных жителей и более 4000 гурдов были депортированы. Турецкая армия окружена сирийской в приграничном городе Рас-Аль-Айн на северо-востоке Сирии ненолго будет там находиться, заявила РИА Новости депутат парламента Сирии Джансет Казан. Ранее гость телевидения Сирии сообщила, что араб-курдские отряды сирийских демократических сил СДФ покинули Рас-Эль-Айн, город заняла турецкая армия. Позже выводы сил СДФ подтвердили сами отряды, а также Министерство обороны Турции. Есть вероятность, что турецкая армия находится внутри Рас-Эль-Айна, однако это не продлится долго, она отступит. Турецкая армия сейчас окружена сирийской, поэтому мы не боимся, заявил депутат в ответ на вопрос о том, оккупируют ли Турцию окончательно города Рас-Эль-Айн и Тель-Абьят. «Казан убеждена, что все территории Сирии в итоге будут под контролем властей страны. Там не будет никаких турок, даже если будут курды, то они будут в рамках сирийского государства и под защитой сирийской армии. Мы ни в коем случае не приемлем какой-либо оккупации, ни турецкой, ни какой-либо еще после девяти лет войны», — заявила Казан. По ее словам, в военном плане Дамаск выиграл. Сейчас же входит на первый план работы дипломатов. Над 90% территории Сирии развивается сирийский флаг, отметила она. Самое главное в премии «Аврора» — это признание геноцида. Об этом в ходе пресс-конференции в Ереване заявил лауреат премии «Аврора» 2019 года Мирза Денаи. Денаи, который является основателем и директором организации «Люфбек Ирак», подчеркнул, что это первый раз, когда геноцид езидов был признан, и он действительно счастлив, что это было сделано армянами, внуками тех, кто пережил геноцид. «Я хотел бы поблагодарить земли святого Арарата, земли святого храма Гарни, страну сосуществования и мира», — отметил он. По его словам, с помощью учреждения этой премии Армения стала одной из величайших наций, так как армяне выражают солидарность жертвам геноцида. Денаи назвал три организации, которым он окажет поддержку после получения премии Airbridge Ирак, Seed Foundation и Shai Fund. По инициативе Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения была организована масштабная концертная программа, посвященная 150-летию Великого Комитаса в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Государственный камерный хор Армении блестяще выступил в течение вечера под руководством художественного руководителя и дирижера Роберта Малкияна. Хор подарил зарубежной публике богатое хоровое наследие гениального композитора. Комитас был носителем исключительных человеческих качеств. Как основатель армянской национальной музыкальной школы он разработал свой собственный стиль, уникальный в истории мировой музыки. Изучение его произведения важно не только для изучения армянского, но и для музыки других народов. Комитас проделал большую работу по сбору и сравнению мелодий, характерных для региона, отметил в своем выступлении министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Рейка Рутюнян, который также стал свидетелем исторического концерта. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Ярязынгеркид Гайрэм» и Роберта Мерханяна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова западной Армении. Оставайтесь с миром.